Девушки отдыхают «Последнее путешествие девочек», но это звучит излишне. Нет, я не сексист. Случилась война, и мир накрылся ясно каким тазом. Посреди вечной зимы и пустоты на маленьком вездеходе едут две девочки. Ю и Чи. Первая более развита физически, а вторая более смышленная. На протяжении всего сериала они только и делают, что едут вперед, без какой-то цели, изредка попадая в нестандартные ситуации и, что еще более редко, встречая последних выживших людей. Вот в целом и все, что можно сказать о том, что происходит в истории. Но это в целом. В деталях находятся гораздо более интересные вещи, чем можно подумать из того описания, что я привел только что. А к чему тянуть, давайте сразу скажу о том, что именно я увидел в этом сериале. Все, что происходит в нем, это метафора. Точнее две. Первая – жизнь после смерти. И я имею в виду незагробную жизнь, это было бы слишком банально и скучно. Я имею в виду возрождение жизни после смерти. Такое же, какое было с динозаврами и млекопитающими. Это также цикличность всего в природе. Кстати, спираль имеет в путешествии особое место и значение. Отгадайте, почему. В этой метафоре две главные героини представляют собой один организм. Юри – это тело, а Чито – разум. Они выживают только из-за того, что могут взаимодействовать друг с другом. Во время путешествия на их пути встречаются люди-одиночки, которые в свою очередь являются чем-то отдельным. Либо телом, либо разумом. Судьба их остается неизвестной, но авторы намекают на недоброе развитие событий. А еще, каждый из них каким-либо образом утрачивает определенные предметы, связанные со старым миром. Со старой жизнью, которая неумолимо умирает и умрет, дав дорогу новой. Эта метафора исправно сохраняется до примерно двух последних серий, где на смену ей приходит другая. Хотя нет, вру. На самом деле, она тихо следует за героинями и зрителем с самой первой серии, но начинает кричать в лицо только в конце. В ней две девочки олицетворяют все человечество. На протяжении всего сериала они, условно и символично, проходят путь развития нашего вида. Начиная с того момента, когда человек поднял оружие ради получения добычи, продолжая придумыванием религиозного способа познания мира и заканчивая, например, познанием того, что на самом деле представляют собой звук и свет. Этот путь не всегда происходит в той хронологии, что был у людей, но смысл передан очень явно и понятно. Ну а в любом случае, все в итоге сходится к главной теме. Новая жизнь после смерти старой. Именно поэтому, несмотря на свой внешний вид, аниме пропитано оптимизмом. Взять те же опенинг и эндинг. Казалось бы, у нас тут миру пришел конец, люди, и не только, почти вымерли. Но они легкие и веселые. Никакого контраста, никакого диссонанса. Потому что последнее путешествие не про апокалипсис и конец, а про новое начало и жизнь, пробивающуюся сквозь смерть. Ну и, конечно же, тут есть размышления на тему гуманизма, поданные через тех, кто не знает такие концепты, но на уровне бессознательного чувствует их. Я немного увлекся и опять стал копать слишком глубоко и, возможно, не туда. Сюжет представляет набор зарисовок, которые связаны сквозным путешествием. Длина сезона вполне стандартна – 12 серий по 20 минут. Больше тут и не надо. История лаконична, минималистична и аккуратно собрана. Какого-то остросюжетного действия не ждите. Это произведение про меланхолию и немного даже про созерцание. Насыщенности действия не помогают даже классные персонажи. Не помогают в том плане, что даже когда они начинают самые активные действия, то это не выходит за рамки все той же меланхолии. Ага, настроение у аниме точное и немногозначное. Что можно сказать и о главных героинях. Эта парочка, несмотря на свою статичность образов и отсутствие сильного развития, прикольная. Именно за счет своей общей проработки. Мы не знаем ничего об их прошлом, они не изливают свой внутренний мир. Но в их взаимодействии друг с другом можно почерпнуть достаточно деталей, чтобы сложить их в цельный образ. Хоть и не особо глубокий. Основные вещи я уже сказал. Ю несет в себе все черты физической стороны человека. Она довольно сильная, умеет обращаться с ружьем, больше всего любит есть и спать, а также не слишком обременена... умственными процессами, скажу так. Чи – полная противоположность. Она умеет писать и читать, знает немало о прошлом и интересуется им, является ограничителем Ю. По части исполнения – плохих идей. По отдельности, эти двое были бы гораздо менее интересными, но вместе они как раз образуют классный дуэт, следить за которым не наскучивает. Сыграны они хорошо. Когда нужно, и тебя заразят меланхолией. Когда надо, и тебе натянут улыбку до ушей. Ну и иногда, да, Ю и Чи все же делают милые вещи. Второстепенных персонажей буквально на 10 минут каждый, так что не вижу особого смысла вспоминать их. Сделаны для донесения и поддержки тех главных тем, про которые я говорил. А вот в визуале есть кое-какая спорная вещь, которая оттолкнет немалую часть людей. Я о внешнем виде героинь. Мне было норм, но я точно знаю, что некоторым плохо станет в ту же секунду, когда они увидят их. Вкусовщина, что с нее взять? Если не брать персонажей, то рисунок очень и очень достойный. Задники и виды этого мертвого мира отличные, цветовое решение подобрано подходящее, с анимацией полный порядок. Основой для визуала аниме была манга, по которой, собственно, оно и было создано. Несмотря на эту его спорность, я назову его самобытным и к минусам причислять не буду ни в коем случае. Вообще, минусы здесь получаются все какие-то слишком субъективные. Здесь и внешность героинь, и отсутствие твердого и четко направленного стержня сюжета, и сама архетипичность персонажей. Ничего из этого как-то не получается назвать объективно плохим, и все переходит в плоскость вкусовщины. А что у нас самая вкусовщина? Правильно, музыка. В какой там раз я уже говорю слово меланхолия, надо бы перестать, но, блин, не получается. Все из-за того, что в музыку это настроение проникло тоже. Ну, кроме той, что в опенинге и эндинге. У них в настроении прямо праздник жизни. И только вот эта зернистость постоянно напрягала меня, потому что точно такую же можно встретить, например, в «Проклятиях», «Фэтал Фрейм» или «Сайрен», что, мягко говоря, ни к чему веселому не ведет. Из-за нее я ожидал подвох, но все оказалось немного иначе. Спойлеры. Ну и что в итоге? Очень специфичная штука. Вот нет в ней ничего особенного или важного или ценного с точки зрения произведения, но это приятный созерцательный сериал. Здесь прикольный сеттинг и мир, который сочетает в себе футуристические технологии и внешний вид времен Второй мировой войны. Здесь харизматичный дуэт протагонистов. Здесь классно поданные темы, которые можно понять почти без слов. Последнее путешествие очень на любителя, это нужно знать заранее. Но от него можно получить немало удовольствия, если настроиться на нужный лад. Хорошее напоминание о том, что свет не сошелся клином на человеке. Субтитры создавал DimaTorzok